Я помню, давно-давно просили кальмаров. Кальмаров просили, кальмаров будем сегодня получать. Я решил, что ну просто кальмары у меня уже есть на канале, давненько-давно я снимал ролик и салат, кстати, очень вкусный, зря его многие не оценили. А может из-за того, что ролик старый, он там где-то валяется в глубине веков и ничего не происходит. Сегодня будем делать фаршированные кальмары. Для фарша у меня будет рис, ну плюс доп. ингредиенты. Итак, я взял кубанский рис полностью отваренный. Полностью отваренный я его варю, заливаю там на полсантиметра выше кромки риса, довожу до кипения, закрываю крышечкой, убираю на самый минимальный огонь. Но у меня газ, да, на индукции сложнее варить. И варю 12 минут, потом оставляю, газ выключаю, оставляю напитываться. Получается рис, он довольно плотный, клейкий, удобная штука. Кубанский удобнее всего, кстати. Так, два яйца вареных. Варил 7 минут, чтобы желток был не синий, а желтый. Желтым его тоже не назовешь, потому что это так, да, слегка желтоватый. Зелень. Зелень какая есть, то и рубим. Лучше всего, в идеале лучше всего. Это зеленый лук. Зеленый лук. У меня не было зеленого лука, поэтому я зеленую зелень просто режу. Вообще, любая зелень съедобная и витаминов в ней много. Тем более, сейчас такое время. Витамины надо, витамины. Зелень не буду говорить какая. Кто догадался, тот догадался, кто не догадался. Ну и, знаете, меньше знаешь, крепче спишь. Шафран. Прямо с шафраном нужно очень аккуратно быть. Это я сейчас говорю про настоящий шафран, а не про всякие там ноготки и всякую ерунду. Горячая вода, пиалочка, десяток нитей. Пока вода нагревается, значит, добавляем в рис чили соус. У всех он разный. Вьетнамский, корейский, китайский, кисло-сладкий, просто острый. Значит, но нужно, чтобы он был не очень острый, а больше, знаете, такой был кисло-сладкий. По вкусу тут пару ложечек добавляем чили соуса. Шри рача подойдет. Я просто кетчуп не ем, у меня нет кетчупа. Но многие зрители пишут, мол, типа, с кетчупом было бы лаконичнее. Вполне. Если вы используете кетчуп, вообще не парьтесь и добавляйте его. Вода закипела. Смотрите, там буквально пару-тройку столовых ложек наливаете. Нам не нужно много воды сюда. Нам нужно, чтобы шафран сделал воду такой, чтобы он краситель, так сказать, свой выдал нам. Видите, чашечка вот здесь, вот белые полосочки какие, сравнение цвета, а здесь желтенькие. Запариваем буквально там, ну сколько, 2-3 минуты. Обязательно перец. Теперь соль. Добавки могут быть совершенно любые. Мне очень нравится, когда вы пишите некие рекомендации, мол, типа, а я делаю фаршированные кальмары вот так. И так 200 раз. Это неплохо. Вы знаете, я от ваших комментариев, честно признаться, многому уже поднабрался. Потому что, я же говорю, я не энциклопедия ходячая. Я знаю, но не так много, как вы. Вас же сотни тысяч, а я один. И вы у меня такой, так сказать, глобальный мозг. Только что-нибудь вам даешь, вы такие, да это так, это не так, это я здесь так добавляю. Огонь. Мне очень нравится такой подход. Значит, вот и теперь выливаем водицу вместе с шафрановыми ниточками. Значит, для чего вся эта вот шафрановая, так сказать, байда? Во-первых, для того, чтобы шафран придал морепродуктам особый такой средиземноморский привкус. Ну, знаете, хорошенько он взаимодействует, прям великолепное взаимодействие. Не зря европейцы, особенно испанцы, используют шафран Сицилия. Очень много тоже используют шафрана в блюдах своих. Так что шафран дает такой йодовый привкус. Супер. Все, надо попробовать. Огонь. Все, мне нравится. Каплю маслица сюда еще. Дайте чуть-чуть оливкового. За сливочную далеко идти. Так сливочное добавляйте. Вкуснее будет. Так, выбираем кальмаров. Эх, лук-лучок, золотая луковица. Салфеточку кидаем сразу, потому что кальмар мокрый. Смотрим, какие подходят нам для фарширования. Смотрим, или нет хорда. Хорда, чтобы там не попадалось. Значит, просушили слегка. Есть, конечно, один лайфхак, как фаршировать кальмаров удобнее. Но я вам его не скажу. Значит, никогда, никогда не используйте пропаренный рис для фаршировки. Он в себя столько набирает воды, но в нем нет клейкости, что потом все будет высыпаться. Есть будет, неудобно. Кубанский лучше всего. Да, и не пишите мне комментарий. Кубанского нету, а Краснодарский можно? Это один и тот же. Завязываю. Давайте-ка все-таки закроем его. Вставляем, так сказать, язык пламени внутрь куриной тушки. Опа! Аккуратно. Вот так вот прокалываем. Раз, два, три, четыре. Учтите, что кальмар сядет, как носок шерстяной, постиранный в горячей воде. Поэтому фаршируйте аккуратно его. В итоге у меня получилось четыре кальмара. Все-таки начинки хватило на четыре кальмара. Теперь делаем начинку для сковородки. Так, половинка луковицы. И, соответственно, помельче накрошить лук. В начинку также у нас идет грудинка. Это коптил я ее на тандыре. Здесь больше мяса, чем жира, поэтому вытапливать отсюда нет никакого смысла чего-то. Она со вкусом копчения. На ольховой щепе я все это дело коптил целую ночь. Аккуратно. Опа! Но при этом топленое масло никто не отменял. У меня здесь как раз остатки. Топленое маслице. Некоторым людям оригинальный вкус кальмара не по душе. Ну вот я знаю таких людей, многие у меня там из родственников говорят. Ой, кальмар, короче, его там затушить с томатом, с тем, с тем. Я говорю, слушайте, мы же потеряем вкус кальмара. Они говорят, что там какой-то такой странный, такой рыбный вкус какой-то странный у него. Понимаете? Для этого делаются вот такие подгарнировки. Типа с беконом, с рубленым томатом, с какими-нибудь колбасками. Это такой на испанский манер. Морепродукты, например, с чоризо. Смешивают с пряной, яркой, копченой, острой колбаской. В моем случае это вот там грудинка какая была под рукой. Кстати, вы напишите, сейчас уже лето скоро. Надо ли вам рецепт этот тандырный? Или ни у кого их нету, тандыров, и нафиг они никому не нужны? А то я бываю на даче, там нет-нет, да и снимем что-нибудь интересное. Значит, грудинку сюда. Сразу же вслед за грудинкой лук. Особенно, как бы это правильно сказать, особенно тут по каким-то, это раньше, это позже, мы делаем заправку для кальмаров. Все, скидываем все в кастрюлю и не паримся. Значит, половинку кабачка традиционно Знаете, вначале вдоль вот так. Потом вдоль вот так. Здесь помешиваем. И всю эту кабачковую солому режу кубиком. Получается очень вкусная такая заправка овощная с бекончиком. Сейчас уже все пишут такие. Ты же сказал, жареные кальмары. А тут от кальмаров-то и ничего не осталось. Но зато будет вкусно. Обязательно соль. Обязательно помешиваем. Теперь что делаем. Здесь еще все полу аль денте. Силиконовую лопаточку. И разгребаем все по краям. Теперь каплю масла. Обычного подсолнечного. Никакого там... Все, начинаем обжаривать. Опа. Огонек поменьше. Будьте аккуратны. У меня сковородка стальная. Такая она. Игривая. Вот и смотрите, что происходит. Бекон, лук и вот овощи какие-либо нивелируют этот вкус. Нивелируют этот аромат кальмара. Который многим не нравится. Если нравится, вы можете чистоганом обжарить. Поставить в духовочку, догреться и все. Но нам же еще нужен какой-то соусок. Что-то такое вкусное. Да, теперь, когда перевернули на другую сторону, нужно вот эти все овощи, так сказать, перемешать с кальмаром. Моцарелла для пиццы. Сегодня она у нас будет для кальмара. Делаем раз. Кладем на кальмарчик два, три и четыре. По толще кусочки, знаете, чтобы она. На кальмарчик положили моцареллу. Перчик добавляем. Маслицем сбрызгиваем. Чуточку. Чтобы жарилось лучше. И в духовку отправляем догреваться. Потому что, как вы понимаете, начинка холодная. Сковородка с металлической ручкой. Чтобы ручка не горела. Опа. Закрываем. Сколько? Минут пять. Вы и я готовим горячее блюдо. Кто-то любит смузи холодные. Кто-то любит мороженка пожевать. Но чувствительность зубов у всех разная. И поэтому, чтобы не было дискомфорта, я рекомендую зубную пасту Sense1. Мгновенный эффект. Используйте ее два раза в день. И наслаждайтесь горячими и холодными блюдами с комфортом. Рукавички. Главное, не проворонить. Красивую корочку. От сыра. Моцарелла. О, зачет. Класс. Кальмары дали воду. Овощи дали воду. И получился такой соус сальса. И жидкости есть немножко. И самое что, так сказать, вкусное. Все на дне сковородки. Перчатки далеко не убираем. А лучше всего, знаете, я всегда, чтобы не хвататься за ручку, за раскаленную, вот так делаем. Так, теперь. Выбираем. А, сырок как моцарелла. Моцарелла безвкусный сыр. Он не даст никакого своего вкуса. Это очень важно. Теперь ложку. И, соответственно, что мы делаем? Вот он, видите? Это и гарнир, и соус, и сальса, и все, что угодно. И шкварочки, и соусок здесь. Супер. Теперь нужно взять и вынуть шпажки. Подкручиваем их. Раз. Кальмар уселся. А, это называется термоусадочная лента. Накрутил, подогрел ее, она. Так и здесь. Кальмар это вообще термоусадочная лента. По своей сути в природе. Мало таких ингредиентов, которые так плотничком усаживаются. на начинке. Значит, теперь нужно... Почему он горячий, не пойму никак. Сыр с начиночкой. То, что надо. Что, побольше кальмарчик возьмем? Теперь нарезаем. Ё-моё! Сыр не дает нарезать, зараза! Вот так. Вот так. И вот так. Вот это и называется, за уши не оттащишь. А не то, что там всякие названия у блогеров, домохозяек, непонятных. Так вкусно, что за уши не оттащишь. И эту красоту, конечно же, я не буду дрогать. Пусть она останется у нас, так скажем, в наших сердцах на века. Так. Колечко отрезал. Соус из сковородочки. Вот так вот полил на рис. О! Чтобы посочнее было. И отсюда сразу же можно кабачков сверху накидать. Вот вы говорите, руками там еще чем-то. Вообще повара всегда все руками, какими-то подручными средствами пробуют. Как бы вам правильно объяснить, что я ощущаю по вкусу. Рис с шафраном. Совершенно идеальный. По соли, к йодовому привкусу от шафрана, от зелени и яйца. Яйцо, которое смягчает это все. Яйцо очень хорошо подходит кальмару. Вы знаете, всем известный советский салат. Яйцо, кальмар, огурец, мазик. Шафран идеально подходит к кальмару. Он немножко гасит, как бы вот этот рыбный привкус. И получается очень-очень забалансированный вкус. Сырная корочка дает сливочность во вкусе. Но в то же время, если добьетесь вот таких вот темных поджарочек, то, конечно, у вас там жвачка и такая текстура у сыра напоминает текстуру кальмара. Она подчеркивает это все. И очень простой гарнир, понятный, из подручных ингредиентов. Лук, самодельная грудинка и... Что там еще было? Кабачок. Самодельная грудинка очень подручная. Задок. Ну, самодельную грудинку надо сделать, значит, будет подручный продукт. Можете копченое сальце взять, еще что-нибудь, бекончик. Все. И все вместе это раз и создает понятную феерию вкуса. Понятную. Прям реально, я вам говорю. Ничего не надо мудрить. Просто 96 ингредиентов берете, оп-оп, и вот оно счастье. Мы готовили это три дня. Все ели-ели, не переставая. Но лучше за уши не оттащишь, да? И получается феерия вкуса. Вот это вот обычная, настоящая феерия вкуса. Ничего здесь лишнего-то нет. Ну, за исключением там шафранчика. Да, ладно, испанский. Спасибо, дорогие друзья. Повторите рецепт. Заклинаю вас. Реально. Потом напишите сами, у вас рука будет сама писать. Поселий, спасибо за рецепт. Огонь рецепт, я вам говорю.